Как победить на соревнованиях по ничего не деланию? Во сколько просыпается Дональд Трамп? И что нужно, чтобы Феми достала на сторону бобра? Об этом и не только в нашем обзоре. Спортивные Санты в Мадриде устроили рождественский марафон, невзирая на традиционное испанское тепло. 7 тысяч человек в костюмах Санта-Клаусов и эльфов пробежали 5 километров по улицам города. Для создания зимнего колорита пришлось использовать искусственный снег. Участникам необходимо было заплатить небольшой взнос. Часть собранных денег пойдет на нужды онкобольных. А на Тайване провели чемпионат по безделию. 80 человек просидели под палящим солнцем полтора часа и абсолютно ничего не делали. За этим пристально следили судьи. Слоган состязания «Расслабь свой мозг». Такие конкурсы в азиатских странах не редкость. Организаторы хотят напомнить людям, что иногда нужно отстраниться от будничной суеты и найти время для себя. Утро начинается не с кофе. По крайней мере, у Дональда Трампа советники-помощники и друзья американского президента рассказали журналистам о его распорядке. Просыпается глава государства в полшестого и первым делом обновляет твиттер. Потом включает телевизор. Этому занятию уделяют от 4 до 8 часов в день. Подписывать важные документы начинает иногда еще в пижаме. На протяжении дня выпивает больше 10 баночек диетической колы. По выходным играет в гольф, а вечером приглашает гостей на ужин, который состоит из стейка, салатов и мороженого. Необычный аукцион. В Германии с молотка ушел целый поселок. Лот достался анонимному покупателю за 140 тысяч евро. Все селение Альвине – это отрезок дороги, десяток полуразрушенных зданий и участок леса. Население – два десятка пенсионеров. Местная фабрика закрыта уже больше 20 лет. Ей и раньше принадлежало все имущество. Поэтому власть продает его в надежде на частных инвесторов. 6 миллионов китайских игрушек и рождественских украшений арестовала итальянская полиция. Правоохранители говорят, они не соответствуют требованиям безопасности. Содержат токсичные вещества и сделаны из хрупкой пластмассы, опасной для детей. Копы нагрянули сразу на несколько складов игрушек в Риме. Изъяли продукцию на сумму около 10 миллионов евро. Правосудие на стороне бобров. В Дании мужчина подал в судно защитников природы из-за того, что грызуны испортили его имущество. И проиграл. Также Фемида обязала его погасить судебные издержки. При этом агентство по охране окружающей среды уже возместило ущерб, нанесенный бобрами ИСЦУ. Сенсационная находка в Египте. Археологи обнаружили две гробницы, в котором 3,5 тысячи лет в одной усыпальнице нашли мумию. Ученые предполагают, это забальзамированное тело высокопоставленного чиновника. На потолке гробницы обнаружили герб фараона Тутмоса I. Другой склеп украшен надписями и древними рисунками. Внутри обеих гробниц археологи нашли статую, глиняную посуду и деревянные погребальные маски. Ученые говорят, такая находка – это большая удача. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова